Пришло время восстановить свою физическую форму и проверить себя на выносливость. В Люберцах прошел первый фестиваль ГТО после снятия ограничений. Значок отличия попробовал получить и наш корреспондент Александр Колганов. Люберцы территория спорта. Всем удачи с открытием. Испытать удачу, а заодно и себя. На прочность и силу готов сегодня Андрей Лаптев. Нормативы ГТО он сдает впервые. Цель у 16-летнего юноши амбициозная. Андрей пришел за золотым знаком отличия. Сдача прошла хорошо, на мой взгляд. Я выполнил, получается, 4 из 5 норматива на золотую медаль. Не смог немного дотянуться там по некоторым причинам на подтягиваниях, а так, в принципе, все хорошо было. 40, 41, 42. Именно столько раз нужно отжаться 16-летнему парню, чтобы получить золотой знак отличия. Ну вот, в свои 32 года могу с уверенностью сказать, что это требует хорошей физической подготовки. Хоккейная коробка возле 28-й школы примеряет на себя летний формат работы. Ученики спортивных школ проверяют здесь свою физическую подготовку. Соблюдены все меры санитарной безопасности. Контроль температуры, средства защиты и социальная дистанция. Не допускают и массового скопления школьников. Нормативы в порядке очереди сдают 5 групп, по 45 детей в каждой. Мне осталось совсем немного для этого знака и, в принципе, очень на это надеюсь, потому что все равно это как лишняя похвала для самого себя. ГТО – это не только проверка себя на выносливость. Золотой значок поможет Андрею и другим спортивным абитуриентам поступить в институт. Дети, которые поступают в этом году в ВУЗы, они получают дополнительные баллы вступительным экзаменам до 5 баллов в зависимости от ВУЗов. Это тоже существенное такое дело. И ребята с радостью, особенно выпускники, сдают нормативы ГТО и получают знаки отличия. Люберцы в пятерке лучших среди областных округов и по количеству участников, и по результатам сдачи нормативов ГТО. Свой, возможно, золотой знак отличия, подписанный министром спорта России, Андрей получит через три месяца. Спорт можно назвать, в принципе, как смысл жизни для меня, потому что я посвятил ему 11 лет, даже 12 уже получается. И не хочется терять то, что было наработано стольким временем, потому что ты живешь этим, ты дорожишь этим. В спорте у тебя и трагедии, и победы – это твой мир, в котором надо состояться. Сдать нормативы могут не только школьники, но и местные жители. Испытания для каждой возрастной категории разные, кроме отжиманий в нормативах – подтягивания, упражнения на прессы, гибкость, прыжки в длину и бег. Чтобы проверить свою готовность к труду и обороне, надо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и выбрать ближайший центр тестирования.